Итак, я закрыла воротничок нашей с вами курточки, петельку здесь затянула узелочком и пока оставила ее, позже мы с вами ее спрячем и переходим к вязанию капюшона. Для капюшона на рост ребеночка 9-12 месяцев мы набираем 72 петельки. Набираем обычным способом на две спицы точно так же, как мы это делали и для других частей нашей с вами курточки. Я это сделаю за кадром. 72 петельки это с учетом кромочных петель. И после того, как наберем эти петельки, нам с вами нужно связать 6 рядов полой резинки. Я набрала 72 петельки на спицы и теперь вяжем нашу с вами полую резиночку точно так, как мы это делали раньше. Первую петельку кромочную мы снимаем и начинаем вязать. Лицевая, перекидываем ниточку, изнаночную снимаем, снова лицевая, перекидываем ниточку, изнаночную снимаем и таким образом до конца этого ряда и еще 5 рядочков. Свяжите полую резинку и возвращайтесь ко мне. Ну вот, я связала 6 рядов полой резинкой. Теперь мы с вами переходим на лицевую гладь. Вяжем один ряд лицевыми петельками, второй ряд изнаночными. При этом кромочную петельку первую снимаем, последнюю провязываем бабушкиной изнаночной. Все как обычно. И таким образом лицевой гладью мы с вами вяжем 5 сантиметров. Эти 5 сантиметров мы с вами считать начинаем только по лицевой глади. То есть резиночку мы пропускаем и по лицевой глади отсчитываем 5 сантиметров. Честно говоря, не считала я, сколько у меня рядочков получается. Сейчас свяжу эти 5 сантиметров и скажу вам, сколько рядов. Провязываем лицевой гладью и возвращаетесь ко мне. Итак, я связала 5 сантиметров лицевой гладью и в этих 5 сантиметрах у меня получилось 14 рядов. Я обещала вам сказать, сколько рядочков, вот у меня получилось 14 рядов. Меряем. До резиночки, видите, 5 сантиметров. Закончила я на изнаночном ряду. Я его полностью связала и сейчас я буду вязать лицевой ряд. Теперь нам с вами нужно делать убавление в начале и в конце ряда. Как мы это делаем? Смотрите, в начале ряда мы с вами снимаем кромочную петельку. И 2 следующие петельки провязываем вместе с наклоном вправо. То есть, если вы вяжете изнаночные бабушкины, то петельки нужно перевернуть и связать вместе за правую тушку. Вот таким вот образом. Все захватило. Итак, 2 петельки в начале ряда мы с вами связали. Дальше вяжем ряд практически до конца. Оставляем 2 петельки перед кромочной петлей в конце ряда. Я сейчас этот рядочек быстро свяжу за кадром и вернусь к нему. Ну вот, я связала этот ряд практически до конца. У меня осталась кромочная петелька и 2 петли. И вот эти 2 петельки мы должны с вами связать с наклоном влево. То есть, мы делаем либо протяжку, либо, если вы вяжете изнаночные бабушкины петельки в ряду, то просто провязываем петельки вместе. И вяжем кромочную петельку изнаночной бабушкиной. Следующие 3 ряда вяжем без убавлений. В 4 ряду мы делаем точно такие же убавления. Потом 3 ряда опять вяжем без убавлений и делаем убавления в 4. То есть, нам с вами нужно делать убавления в каждом 4 ряду и всего 6 раз. То есть, мы делаем 6 убавлений. Свяжите эти рядочки и возвращайтесь ко мне. Ну вот, я связала 6 убавлений. Здесь вот по этой стороне неплохо видно. И давайте посчитаем. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. В ряду у меня сейчас 60 петелек. Это вместе с кромочными петлями. И всего я связала 36 рядов. С учетом того, что я провязала изнаночный ряд после последнего убавления. Сейчас у меня по капюшончику, если не считать резинку, то от первой петельки до резинки 13 см. Этой длины нам вполне достаточно для нашего капюшона. И теперь нам с вами нужно будет разделить наш капюшон на 3 части. Делим мы его следующим образом. 24 петельки, 12 петель и 24 петли. И будем вязать центральную часть нашего капюшончика. То есть, делать такой переход на затылочную часть. Если вязали носочки, то техника примерно такая же. То есть, мы будем в каждом ряду захватывать одну или вторую часть по одной петельке. Той части, которую мы оставим. Итак, что же мы делаем? Сейчас мы с вами вяжем 24 петельки. Итак, первую петлю снимаем и ее считаем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три и двадцать четыре петельки. Сюда можно повесить маркер временно, дальше вяжем 11 петель, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. В нашей центральной части у нас должно быть 12 петель, вот последнюю двенадцатую петельку мы с вами вяжем с первой петлей нашей левой части капюшона, то есть нам сейчас нужно связать две петли вместе, делаем либо протяжку, либо связываем две петельки вместе. Теперь разворачиваемся на другую сторону, на правую спицу делаем накид, первую петельку вместе с этим накидом мы снимаем и ниточку подтягиваем плотненько. Дальше вяжем изнаночные петельки, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Мы с вами связали 10 петель по центральной части, осталась одна петелька у нас до маркера, мы ее перекидываем пока на другую спицу, маркер снимаем и провязываем вместе две петельки изнаночными петлями. Вот таким образом. Теперь нашу с вами работу опять поворачиваем, делаем на правую спицу накид и снимаем спицу с левой спицы петлю, захватывая сзади за стеночку. Вот таким образом. И подтягиваем наш с вами узелочек. Так, чтобы вот здесь вот если потрогать, тут прям ощущается, что вот здесь вот есть узелок. Потом, когда мы будем с вами вязать эту петлю, у нас этого узелка не будет и не будет видно дырочки перехода от поворота нашего с вами вязания. Дальше вяжем 10 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Следующая петелька у нас идет с накидом. Вот ее прям, она чувствуется, что она такая более плотная. Мы в нее вкалываем с вами спицу и провязываем эту петлю вместе со следующей. То есть захватываем следующую петельку и вяжем две петли вместе лицевой. Снимаем со спицы то, что провязали. Поворачиваем наше с вами вязание. Перевернулись на другую сторону. Теперь делаем на правую спицу накид. Вот так вот. Просто обнимаем ниточкой спицу. Снимаем с изнаночной стороны нашу с вами петельку. И подтягиваем так, чтобы узелочек у нас появился наверху. Вот здесь. Дальше вяжем 10 петель изнаночными. Первая, вторая, третья, четвертая. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. И мы опять с вами дошли до нашей петельки с накидом. Вот она чувствуется, такая плотненькая. Делаем, перекидываем ниточку, как вязать изнаночную петельку перед работой. Вкалываем спицу справа налево и захватываем следующую за ней петлю. И провязываем изнаночной эти две петельки. Снимаем. Поворачиваемся на другую сторону. Делаем на правую спицу накид. Первую петельку за заднюю стеночку снимаем и подтягиваем. Узелочек у нас с вами наверху. Дальше вяжем 10 петель лицевыми. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Снова мы с вами дошли до нашей петельки с накидом. В нее вкалываем спицу справа налево и вяжем вместе со следующей петлей. И таким образом мы с вами будем вязать до тех пор, пока у нас не закончатся петельки все с левой стороны и с правой стороны. А когда у вас останется последняя петля, вы ее свяжете и возвращаетесь ко мне. Я расскажу, что будем делать дальше. Итак, я связала капюшончик практически до конца. С этой стороны я провязала, получается, вот эту предпоследнюю петельку. Вот она, эта лицевая сторона. И за ней сразу связала кромочную. Затем кромочную сняла, вернулась назад и вяжу сейчас вот изнаночную сторону. У меня осталось 3 петельки. Вот эта петля у меня идет с накидом. Вот она, видите, такая толстенькая. Мы ее с вами провязываем, как обычно. И здесь мы с вами работу не поворачиваем, а просто провязываем кромочную петлю одну. И вот таким образом у нас с вами получился капюшончик. Теперь мы эти петельки закрываем. Закрываем точно так же, как закрывали их на тушке нашей кофточки, курточки. Первую петлю снимаем, вторую провязываем, вяжем свободно и перекидываем первую на вторую. Следующую провязываем, перекидываем первую на вторую. И так до конца этого ряда. И последнюю петельку провязали. Ставили спицу слева направо в петлю, вытягиваем ниточку. Ее нужно обрезать или оборвать. И вытаскиваем полностью через петлю. Узелочек подтягиваем. И наш капюшон готов. Итак, у нас с вами готовы две части нашей кофточки. Это тушка с рукавами вместе и капюшончик. Теперь нам с вами нужно приметать капюшон к воротнику, к горловине нашей тушки. Приметывать, приметывать, как правильно, не знаю, как это правильно сказать. В общем, я буду пришивать курточку, горловину курточки к капюшону, отступая резиночкой. То есть резиночка должна быть свободной, она не должна быть пришита к горловине. И я взяла иголочку с толстым ушком, такая тупая игла. Честно говоря, я не знаю для чего. Она нужна для сшивания вязаных вещей, она очень удобна, мне она очень нравится. И взяла хлопковую ниточку. Почему хлопковая? Потому что шерстяная или там махеровая, или еще какая-то там акриловая ниточка, она может оставлять ворс, на воротнике она может совершенно не нужен. Поэтому лучше брать хлопковую. И обычными стежками, просто для того, чтобы нам в дальнейшем с вами соединить обе части нашей с вами курточки ровно, мы их пришиваем друг к другу. Можно это, конечно, сделать и булавками, но, не знаю, булавками у меня они как-то выскакивают, колятся и, в общем, не очень мне нравится. Серединка нашего капюшона, вот это вот место, оно должно быть по середине спинки, то есть вот между регланными линиями. И, соответственно, здесь мы с вами подгоняем размер. Видите, я пришила, у меня уже вот такая вот получилась штучка некрасивая. Сейчас я это буду переделывать, начинать все сначала. Вступаем в резиночку. Капюшончик у нас должен быть посвободней. Я это сейчас делаю за кадром и вернусь к вам. Вот, я пришила капюшончик к туловищу. Кладем нашу кофточку таким образом, чтобы капюшон был ближе к вам. И начинаем крючком связывать обе части нашей курточки столбиками без накида. Вкалываем крючок сначала в капюшон, затем в самую первую петельку нашей с вами правой полочки, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Стараемся сделать так, чтобы не захватилось что-то лишнее. Чтобы наш самый капюшончик был аккуратный и эластичный. Вяжем одну воздушную петельку для подъема. Вкалываем крючок в следующую петлю. Здесь мы с вами ориентируемся чисто интуитивно. Я ориентируюсь на петельки по горловине, то есть по кофточке. Вот эта вот задняя стеночка. И получается у меня где-то примерно через одну петельку капюшона. И вяжем столбики без накида. При этом петельки считаем. Я вяжу третья петля. Дальше. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И так продолжаем до конца этого ряда. Я сейчас вяжу этот рядочек до конца. Посчитаю сколько у меня получилось петелек и вернусь к вам расскажу. Итак, я соединила уже капюшончик с тушкой, с курточкой самой. В рядочке, как я говорила, я посчитала, у меня получилось 42 столбика. Дальше делаем воздушную петельку подъема. Поворачиваем на другую сторону и вяжем также 42 столбика без накида в рядочке. Итак, я связала 7 рядов по нашей с вами спинке на расстоянии между капюшоном. То есть это такой воротничок-стоечка. Здесь у меня 7 рядочков и в ряду 42 петельки. Дальше эту ниточку я не обрываю и перехожу на вязание левой полочки. То есть я сейчас буду обвязывать левую полочку также столбиками без накида. И заодно спрячу вот эту вот ниточку, которая у меня осталась от капюшончика. Итак, делаем здесь 2 воздушные петельки для того, чтобы нам повернуться и вязать с другой стороны. И дальше в каждом ряду мы с вами вкалываем крючок. Количество петелек считаем. Этот рядочек давайте я свяжу вместе с вами. Итак, первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я уже дошла до перехода от капюшона к нашей с вами полочке. И продолжаем вязать. Дальше, смотрите, у нас здесь с вами идут петельки, вот они колосочком. И в каждую эту петельку мы с вами вкалываем крючок и вяжем по одному столбику без накида. 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й. 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 20-й. 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, дальше у нас резиночка с вами, 52, 53 и последние 54 петелька или 54 столбик. И вот что у нас с вами получается, все очень красиво. Итак, теперь мы с вами делаем воздушную петлю для подъема, поворачиваемся на другую сторону и по другой стороне точно так же вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида всего 54 петельки в ряду. Дальше снова сделаем воздушную петлю для подъема и свяжем еще ряд. Таких рядов у нас всего должно быть 5. Мы с вами связали первый ряд и начали вязать второй. Вот сейчас я свяжу 5 рядочков и вернусь к вам, покажу, что мы делаем дальше. We'll see you next time. Bonjour! is